Что было в самом начале? В 2019 году мы провели около полутора тысяч телемедицинских консультаций. Шесть из них были в формате видеоконференц-связи. Запросы направлялись к нам из 66 субъектов Российской Федерации. За 2020 год не хватило нам 5 телемедицинских консультаций до красивого числа. Выполнили 2995 врачебных консультаций. 8 из них было в формате видеоконференц-связи. Запросы к нам отправляли из 84 субъектов Российской Федерации. За два года, 2019 и 2020, более 60 телемедицинских консультаций были проведены в рамках консилиума. То есть отвечали на запрос 2 или более клинициста, не считая рентгенологов и патологов. По результатам проведенных консультаций мы пригласили в наш МИЦ на госпитализацию почти 600 пациентов, но приехало к нам 343 пациента. Проект здравоохранения не останавливается на телемедицине. Телемедицина расширяется, проект здравоохранения расширяется. И в конце 2019 года, в декабре, мы стали референс-центром патоморфологических, иммуногистохимических, молекулярно-генетических и лучевых методов исследования. Почему я вношу это в свою презентацию как итоги телемедицинской работы? Потому что очень много телемедицинских запросов мы выполняем как референс-центр. 294 консультации лучевых методов исследований было выполнено в 2020 году и 52 телемедицинские консультации ГИСТа-скана. Чисто как референс, когда прислали живой материал в нашу организацию, было выполнено 3442 молекулярно-генетических теста, 449 пересмотров гистологических материалов и выполнено на эти пересмотры было 1238 окрасок иммуногистохимических. Все вы знаете, надеюсь, все вы знаете, все вы пользуетесь доставкой биологических материалов для исследования в наш центр. Хочу отметить некоторые регионы, они знают, про кого я говорю. Некоторые сотрудники пользуются данным курьером не только для того, чтобы присылать биологический материал, но и вкладывают в посылку диски. Естественно, наверное, в некоторых моментах это удобнее, чем перекачивать эти диски в телемедицинскую консультацию. Поэтому если вы хотите получить полноценную патологоанатомическую консультацию гистологического материала, если диагнозы пациента саркома Юинга, другие виды саркома, то есть заболевания, связанные с кожей кости мягкими тканями, то, конечно, если вы присылаете, помимо материала присылаете еще диски со снимками области заболевания, конечно, консультация патолога будет более расширенная. Как вызвать курьера? Опять же, все вы знаете, как это делать. Необходимо написать на почту, которая указана на экране, информацию о номиновании организации, данные контактного лица, точный адрес учреждения и желаемая дата прихода курьера за материалом. Что же нужно вложить в посылку, помимо самого материала и, может быть, дисков? Необходимы документы для проведения исследования по ОМС. Все-таки данный проект не оплачивается Минздравом Российской Федерации, никаких субсидий нет, субсидии были даны только на оборудование, а на само выполнение субсидий не дается. Поэтому мы выполняем исследование в рамках ОМС. Необходимо вложить копии паспорта, полиса, СНИЛСа, свидетельство о рождении, если ребенок. Если вкладываете свидетельство о рождении ребенка, обязательно надо приложить копию странички родителей с указанием места проживания родителей. Потому что обязательно нужно вносить в программу, в ЕИС, где выставляются счета, необходимо вносить эту информацию. Оригинал направления из государственного медицинского учреждения, то есть от вас, по форме 057У-04. С этой информацией можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Специалисты». Ссылочка предоставлена. Срок планового ответа – 5 рабочих дней. Все вы знаете, иногда, достаточно редко, мы задерживаем этот срок в силу некоторых обстоятельств. Обстоятельства могут быть следующие. Вы прекрасно знаете, что на некоторые запросы отвечают заведующие отделения, такие как Замира Ахмедовна Раджабова, Григорий Владимирович Зиновьев, Илья Сергеевич Зюзгин. И достаточно часто заведующие отделения уезжают в командировки. И, к сожалению, и стоят у операционного стола, как Замира Ахмедовна или Григорий Владимирович, к сожалению, из-за этого может быть некая задержка на 1-2 дня. Я не думаю, что это критично, потому что в любом случае более 65 запросов вы сопровождаете не только клинической информацией, но и рентгенологическими данными, гистологическими слайдами, которые тоже нужно пересмотреть. И подготавливается полный пакет документов для врача-клинициста, который уже принимает некое свое решение. И мы его вам высылаем. Где-то с середины, наверное, 2020 года ВЦМК «Защита», теперь они называются ФГБУ, ФРЦ, по приказу министерства разработала некие шкалы, которые определяют и вашу работу, и нашу работу. К сожалению, естественно, или к счастью, естественно, мы не видим, что вы отмечаете, мы можем догадываться только, какие там есть варианты ответов. Насколько мне известно, там точно есть вариант ответа, удовлетворены ли вы нашей консультацией. Естественно, это сделано для того, чтобы оценить эффективность нашей работы с вашей стороны. И это правильно. Я вам показываю шкалу, которую отмечаем мы. Не очень я пока понимаю и знаю. Не спрашивала я вас, видите вы это или не видите. Но зато могу вам сейчас это показать. Естественно, мы уточняем диагноз. При получении гистологических слайдов вы знаете, что мы иногда меняем диагноз. Иногда в рамках пересмотра визуализации мы тоже иногда меняем диагноз. И, соответственно, первая кнопочка, бывают ответы «да» и «нет». И вторая точно так же. Следующий, третий пункт. По результатам, проведенной ТМК, пациент маршрутизирован в федеральное учреждение. ВЦМК защита считает, что данный ответ в том случае, если мы рекомендуем обратиться вам, вашему пациенту, в другое лечебное учреждение, например, в Алмазово, деткам Врагачёва, в Горбачёвский центр в городе Санкт-Петербурге, в Центре нейрохирургии Бурденко, мы должны отмечать кнопочку «да». Но, к сожалению, я прекрасно понимаю, что у нас онкологические пациенты, вы, может быть, по каким-то причинам просто не сможете, не успеете создать запрос, если пациент находится в тяжёлом состоянии в сторонние медицинские учреждения. Поэтому я нажимаю кнопку «да» только в том случае, если приглашаем пациента к нам. Мне кажется, это более логично. Следующий пункт достаточно очевиден. Если мы рекомендуем какое-то дополнительное обследование у нас, обычно это эндосонография, то, конечно, мы отмечаем «да». Если даже мы вам рекомендуем пересмотреть патоморфологический материал у нас в нашем учреждении, то я не буду здесь ставить кнопочку «отмечать да». Я отмечу в следующем пункте, что по результатам проведённой ТМК пациенту необходимо проведение дополнительных исследований. Достаточно часто я использую ответ «да» в этом вопросе по одной простой причине, что даже при назначении некой схемы химиотерапевтической, смены лекарственного лечения, в любом случае необходимо сделать дополнительные анализы, элементарно хотя бы клинический и биохимический анализ крови перед началом лекарственного лечения. Поэтому тут достаточно часто я отмечаю ответ «да». Вроде бы последний пункт очевиден, но, к сожалению, раньше он достаточно часто мной был использован. В 7% случаев я отмечала, что консультация была оказана вне в рамках проекта здравоохранения, потому что я не прибегала к помощи врачей. Это были организационные вопросы, и отвечала на них я сама. Сейчас функции программы изменились. И у нас, помимо того, что есть кнопочка, выполнена не в рамках проекта здравоохранения, мы еще начали пользоваться, очень активно начали пользоваться возможностью отклонить запрос. Тут много вопросов возникает в регионах. С этого слайда начну показывать вам моменты, которые бы нам хотелось изменить в работе. Может быть, и вам тоже покажется это правильным, поэтому расскажу более подробно. Я знаю, что пациенты, естественно, очень часто переворачивают слова лечащего врача, но все равно они дозваниваются до нас и говорят, что вот Петрова отклонила, Петрова не хочет принимать консультацию, Петрова отказывает вам в лечении. Но это не так, это неправда. Мы никому никогда не отказываем. Мы всем готовы помочь, и всем готовы организовать или медицинские консультации. И отклонение запроса – это не просто нежелание работать, а всегда есть на это причина. И причину я всегда прописываю. Не отклонила я еще ни одного запроса, чтобы не прописать причину, по какой было совершено данное действие. Целый слайд посвятила ошибкам, стандартным ошибкам, частым ошибкам. Почему-то дата рождения пациента очень часто оказывается датой заполнения поля паспортных данных пациента. Ну, не может быть дата рождения пациента. Запрос составлен 9 числа 4 месяца 2021 года и дата рождения пациента. Я умоляю, я прошу, я иногда даже требую, чтобы правильно заполняли это поле по одной простой причине, что это очень важно. Мы путаемся. Это здесь хорошо понятно, дата рождения такая же, как дата запроса. А когда вы дату рождения берете, вообще с потолка непонятно, откуда она взята. В документах приложенных предоставлена другая дата рождения. В снимках друг третья дата рождения. Как мы должны понять, что это за пациент? Это важно. Это очень гиперважно. Привожу примеры. Как же мы все-таки отклоняем причины, стандартные причины отклонения запроса. Тип запроса экстренный. Пациент лежит в стационаре. У пациента открывается какое-то внутреннее кровотечение. Вы пациента осматриваете, делаете необходимые дополнительные обследования, манипуляции. И вот собираетесь коллегиально и на своей коллегии решаете, что необходимо отправить запрос к нам. Экстренный. Окей, хорошо, понятно. Никто спорить не будет. Не будет. Это экстренный запрос. Но если пациент не находится в стационаре, если пациенту необходимо пересмотреть гистологический материал, что даже в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации номер 179Н имеет какие-то правила и сроки выполнения, не менее 7 рабочих дней, то о какой экстренности может идти речь? Если пациента нет, вы просите назначить, рассмотреть, пересмотреть схему химиотерапевтического лечения. О какой экстренности может идти речь? Сразу отвечаем на вопросы? Снять? Мы будем отклонять эти запросы, потому что срок ответа на экстренные запросы 2 часа-24 часа. Мы физически не можем справиться с плановыми запросами с пометкой экстренной. Поэтому, уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, что тип запроса должен быть плановый. Мы плановые учреждения. И еще есть такой небольшой и очень неприятный нюанс, который случился в 2021 году. Субсидии Министерства здравоохранения Российской Федерации на телемедицинские консультации в плановых учреждениях не распространяются на экстренные запросы. То есть, если вы нам об основании пишете экстренный запрос, то мы никаких денег, врачи никаких денег вообще, вообще за него не получат. Они ответят абсолютно бесплатно. На сегодняшний день к нам еще не поступила субсидия за оказание телемедицинских консультаций. Мы запрашивали на 3,5 тысячи телемедицинских консультаций. Минздрав нам в начале апреля одобрил 2 тысячи телемедицинских консультаций. За первые 3 месяца 2021 года мы выполнили уже тысячу телемедицинских консультаций. И денег нам еще никаких никто не передал. То есть, это абсолютно безвозмездная история. Мы не отказываемся, мы не против, мы рады вашим запросам, но, пожалуйста, оформляйте их корректно. Паспортная часть содержит не только дату рождения, но и фамилии, имя, отчество пациента. К сожалению, в этой паспортной части тоже достаточно часто попадаются всевозможные ошибки. Убедительная просьба заполнять паспортную часть очень внимательно. Объясню, почему. Мы работаем, помимо того, что мы работаем во всевозможных информационных системах, мы работаем еще в так называемом ВИМИС, вертикальная интеграционная медицинская информационная система. Это та система, которая должна объединить все медицинские организации, начиная с поликлиники и заканчивая Минздрава. Так вот, если произойдет ошибка в фамилии пациента, и пациент, допустим, с фамилией, которая указана на экране, имеет другую букву вместо буквы О в своих паспортных данных, а мы зарегистрируем пациента с буковкой О, и такой пациент окажется есть, то вся информация о заболевании уйдет на этого пациента с неправильной фамилией. В общем и целом, наверное, глобально сейчас от этого неба на землю не упадет. Но как только мы все избавимся от бумажных носителей и будем работать только в информационных системах, куда мы, собственно говоря, и движемся, как все хотят и пациенты, и многие врачи хотят, мы хотим как за рубежом работать, только в компьютере заполнять информацию. Так вот, этому бедному пациенту, наверное, потому что у него будет онкологический диагноз, ему даже кредит не дадут, потому что вся информация хранится на серверах, вся информация будет храниться во всех доступных файлах. И откуда я это знаю? Потому что у нас есть пациенты, которые раньше оплачивали все время карточкой в МИЦ-онкологии Петрова свои обследования, а потом они заметили, что информацию о кредитах, которых присылают бесконечно нам всем, вдруг и сумма кредита стала уменьшаться, смс-очки стали приходить другие, и процент кредита стал увеличиваться. Хотя зарплата у пациента осталась такая же, пациенты работающие есть у нас. Из-за того, что постоянно оплачивает в учреждении онкологического профиля, организации, банки уже про это, про все прознали, и пациент от этого страдает, то есть человек будет от этого страдать. Это первый нюанс. Второй нюанс. Получится задвоение пациента с одинаковым адресом проживания, и если мы все-таки когда-то начнем проводить диспансеризации всего населения всей Российской Федерации, окажется, что на диспансеризацию нужно будет пригласить большее количество людей, потому что у какого-то пациента похожего, похожий онкологический диагноз. Можно долго рассуждать на эту тему, просьба останется та же. Необходимо четко, правильно, корректно заполнять всю паспортную часть запроса. Еще один нюанс, но уже такой более спокойный. Запросы задваиваются у вас. Я не знаю, по какой причине. Мне сложно ее анализировать. Либо потому что два раза нажимаете на кнопочку «Создать запрос», и система не ругается. Либо еще какие-то моменты. Работают разные врачи в телемедицинских ваших отделах. Один врач занес информацию, второй врач занес информацию. Извините. И, соответственно, мы обязательно пишем, что, уважаемые коллеги, ожидайте ответ на тот запрос, который мы оставили принятым. Еще тоже интересные моменты бывают. Прислали запрос, мы на него ответили. Через месяц вдруг приходит такой же запрос. Опять идентичный. Все то же самое. Все прям один в один. Тоже отклоняем этот запрос. Нет смысла его считать. И, соответственно, пишем то, что написал врач-клиницист. На этом слайде хочется остановиться и попросить вас всех запомнить, что, конечно, при метастазировании в печень, в доле печени, рака яичников, рака сигмовидной кишки, конечно же, мы делаем операции и резицируем часть печени, но мы не занимаемся хирургическим лечением первичного рака печени. Мы не занимаемся заболеванием опухоль Клацкина. В нашем городе, в городе Санкт-Петербурге, этим занимается соседнее с нами учреждение, федеральное, имени Гранова. Мы данными заболеваниями, еще раз, гепатоцулярный рак печени и опухоли Клацкина, мы не занимаемся хирургическим лечением, мы не занимаемся пересадкой печени, тоже вопросы частые, поэтому. Можно обращаться в НМИЦ-трансплантологии города Москвы, можно обращаться в НМИЦ-рыжих. Там этими вопросами, кроме Гранова, занимаются. Ну и боль моя, и моих коллег-врачей, и рентгенологов, и клиницистов. Ссылки, которые вы присылаете без zip-архива. Я не буду ничего говорить про mail, gmail, яндекс, гугл-архивы, скажу только, что это неприемлемо. Мы не можем их открывать, и открывать мы их не будем. На второй картинке представлена вроде как неплохая ссылка на внутренний просмотрщик камчатского онкодиспансера, но, к сожалению, это внутренний просмотрщик вашего онкодиспансера. Мы никаким образом, если у нас пациент был, или прислано несколько снимков, несколько рекомендаций просмотреть, мы не можем сравнить эти снимки, мы не можем загрузить их в наш пакс, мы не можем использовать программное обеспечение. Мы не дадим корректный ответ, если вы будете присылать по таким ссылкам. Еще раз, gmail, mail, яндекс, гугл-архивы мы в принципе не открываем и никогда открывать не будем. Вы должны присылать в дайком формате эти файлы в zip-архиве, подкрепленные в телемедицинскую систему. Здесь ссылка нижняя на просмотрщик вашего учреждения. Присылает не только камчатский онкодиспансер, это я вам для примера просто предоставила. К сожалению, чтобы дать корректный, правильный ответ, что мы и должны делать, мы открыть данные ссылки качественно, перекачать в наш пакс мы не можем. Вот такие ссылки мы открываем и такие ссылки, как ни странно, они абсолютно спокойно загружаются в наш пакс без всяких потерь. Всю информацию видно, вся информация четкая, все просматривается хорошо и мы можем дать корректный ответ. Скорее всего, данные ссылки на учреждения дают либо в головном офисе Минздрава, то есть в Москве, либо в региональном департаменте здравоохранения вашего региона. Поэтому необходимо обратиться, выходить в службу и попросить, чтобы вам настроили. Тогда мы абсолютно спокойно можем это все открыть, перекачать, пересмотреть и дать вам полноценный, корректный ответ. Последнее такое, как бы отклонение, на что тоже хочется обратить ваше внимание, присылаете иногда запросы и в запросе не убираете, что вы отправляете на консультацию в другое учреждение. Даете рекомендации, даете, прикладываете консилиумы, что необходимо провести телемедицинскую консультацию в другом медицинском учреждении, как здесь, на МИЦ Блохина. Если вы отправляете в МИЦ Блохина, пожалуйста, отправляйте в МИЦ Блохина. Если вы отправляете в МИЦ онкологию Петрова, я очень прошу писать, что вы отправляете нашим специалистам, потому что когда мы выгружаем, я дальше более подробно объясню, как мы это делаем, когда мы выгружаем информацию для врачей, они это все видят, и так как отвечают еще раз уважаемые доктора наук, заведующие, кандидаты наук, да и просто врачи, им, конечно, было бы все-таки логичнее видеть, что запрос отправлен в ту организацию, в которой они работают. На сегодняшний день и далее я буду отклонять эти запросы, потому что необходимо писать запрос к нам. Очень часто слышу от врачей, буквально вчера мне позвонили с одного региона нашего северо-западного, доктор позвонила и сказала, что она не хочет заморачиваться, ей это неинтересно, и вообще эта вся дурацкая система, это дословные слова, как бы ее, ей очень тяжело, и она не хочет это делать, ей надо связаться с нашим врачом, и все. Я говорю, ну вы, пожалуйста, успокойтесь, я, к сожалению, не могу вас связать с врачом, пока врач не увидит данные о пациенте. Если мы данных никаких не видим, а увидеть мы их можем только в телемедицинской системе, естественно, я проверила, есть ли запрос. Ей неудобно это, она хочет общаться по старинке, по почте. Еще Герхард Кохер сказал, цель медицины уже не здоровье, а расширение системы здравоохранения. Так вот мы с вами, уважаемые коллеги, как раз-таки занимаемся улучшением, расширением и, как бы сказать, принятием данной системы. Поэтому нам тоже тяжело, мне тоже очень тяжело, запросов очень много. Для того, чтобы врач этот запрос увидел, проходит очень много этапов, поверьте мне, и за всеми этими этапами нам всем приходится следить. Когда мы получаем запрос, мы формируем карту на пациента в МИС. Я, естественно, убрала все данные, чтобы не было видно, но номер понятен, понятно, что карта находится сейчас у нас в отделе телемедицины. Мы подгружаем все текстовые файлы и документы в МИС. Тоже видно, выделена вкладочка, все документы приложены. Данный пациент к нам не приезжал. Приезжала его жена с доверенностью, проводила первичную консультацию, проводила пересмотр гистологических препаратов, получила удаленную личную заочную консультацию на основании имеющейся у нее доверенности на тот момент. И потом все время, слава богу, пациент сейчас в ремиссии, все время она заказывает в своем регионе, в Пермском крае, заказывает телемедицинскую консультацию. И я никогда не закрываюсь ни от кого, мой телефон есть на сайте, она звонит мне на мой рабочий телефон и всегда говорит, мы выслали запрос, посмотрите, пожалуйста, пришел ли он, и когда примерно будет ответ. Она знает все мои ответы прекрасно, она знает, что я скажу в течение пяти рабочих дней, да, мы получили, или там нет, мы не получили, но должно пройти какое-то время, потому что с момента создания формирования запроса у вас до момента прихода к нам, запрос еще какое-то время находится в ВЦМК, пока они отожмут кнопочку и распределят на то или иное учреждение. Поэтому не всегда одномоментно это все получается, и между загрузкой вашего запроса до поступления этого запроса к нам проходит, даже может пройти 24 часа. Всякое бывает, поэтому всегда оставляем на это какое-то время. Соответственно, когда она уточняет у меня, что запрос уже поступил, она успокаивается и абсолютно спокойно ждет ответ, который дадут наши специалисты. Это хороший вариант, когда все хорошо. Если же, что же может быть еще плохого, да, если же присылаются визуализации, которые мы тоже должны открыть, у нас нет прямого доступа в ПАКС, нам приходится выкачивать информацию из телемедицинской системы, то есть мы тоже тратим то же самое время, как вы вкачиваете туда, мы столько же времени выкачиваем, никак не меньше. Гистологические слайды у нас иногда качаются ночь. Мы оставляем включенный компьютер, и мы ночью качаем гистологические слайды. Открываем эту информацию, вдруг видим, что на описании диска оказывается, что пациент у нас анонимус, да, или сервис-пациент, что тоже не редкость. Да, вы мне все скажете, окей, хорошо, но система же закрытая, мы же указали правильную дату рождения, а где гарантия, что это правильная дата рождения, когда я постоянно вижу ошибки в дате рождения пациента, да, мне хочется что-то с чем-то сравнить. Если на выписках присутствует дата рождения пациента и фамилия, имя, отчество его, а на снимках нет ничего, мы не будем безликие снимки пересматривать. Уж простите, пожалуйста, но бывают случаи, когда снимки вы закачиваете ни тех пациентов, и это, к сожалению, не редкость, да, нам приходится выяснять, звонить, созваниваться, пояснять. Иногда даже наши врачи, когда вы присылаете энное количество снимков, иногда наши врачи говорят, это снимок не того пациента, иногда в запрос женщины вкладывают мужской снимок, да, то есть это бывает, и, соответственно, для того, чтобы убедиться, что мы отвечаем качественно и правильно именно на того пациента, на который вы бросили запрос, нам необходимо убедиться. И убедиться я могу только тогда, когда на снимках указаны хотя бы фамилия без инициалов и дата рождения пациента, чтобы свериться, чтобы это все было одинаково. Далее, если все мы выгрузили в пак, все отлично, хорошо, мы в некую беседу, у нас есть беседа с отделением лучевой диагностики, безликая, отправляем информацию о том, что снимки залиты в ПАКС, документы выложены под пациентов документы. Когда и параллельно с этим мы создаем тоже обезличенную беседу с конкретным врачом по нозологиям. Соответственно, я, либо мой помощник, специалист, отделатель медицины, следят за тем, чтобы увидеть в системе, что рентгологическое описание готово, и мы пишем об этом клиницисту, клиницистам, что рентгологическое заключение готово, и, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией, дайте, пожалуйста, ответ. Каждый день, каждый день с утра мы напоминаем им, что надо ответить на запрос. Когда подходит четвертый день, конец третьего, четвертого дня, мы уже начинаем писать более такие, как бы сказать, утвердительные сообщения, что сос, 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 пожалуйста, отвечайте быстрее, время подходит. Мы всегда стараемся, если вы просите об этом отдельно, мы всегда стараемся каких-то пациентов пропустить побыстрее, поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, пишите ваши просьбы. В конце презентации будут, опять же, мои телефоны, вы можете на WhatsApp написать, и никогда, ну, мне кажется, никогда ни разу, я за все время работы не отказывала никому, и всегда стараюсь помочь врачам получить ответ, результат быстрее, чем это возможно. Хочу обратить ваше внимание, да, вот я рассказываю, что мы это все выкачиваем, перекачиваем, информацию закачиваем в нашу МИС, что когда мы это все делаем, часть информации, которую вы заполняете в электронном виде, в телемедицинской консультации, может потеряться, потому что мы экспортируем, так же, как вы экспортируете наши ответы, мы тоже экспортируем вот этот вот весь, как бы, файл, да, он выходит в формате Word документа. И, обращаю ваше внимание, если вы не заполнили дополнительные вопросы к консультантам, то вот эта ваша цель консультации, по всей видимости, вы заполняете ее автоматически, вы не ручками ее заполняете, потому что очень похожие здесь постоянно с разных регионов слова, словосочетания, поэтому я сделала выводы, что, скорее всего, цель консультации вы заполняете автоматически, выбирая из предложенных. Врач, когда мы врачу выгружаем информацию о запросе, видит только ваши дополнительные вопросы к консультантам, вы видите, да, то есть эта система показывает нам, а это показывается врачу, когда он открывает документ. И, соответственно, вот в этом конкретном случае произошло недопонимание. И это недопонимание произошло не только у нас, потому что, когда вы отправляете запросы не только к нам, но, например, еще дополнительно в НМИЦ Герцена, в НМИЦ Блохина, в НМИЦ Алмазова, да в любое учреждение, в которое вы захотите еще отправить свои документы, мы, ну, по крайней мере, я это вижу, что запрос отправлен не только к нам. И, соответственно, я вижу их ответы, и вижу, когда они отвечают, сколько времени они отвечают, и сколько времени мы отвечаем. Я могу это проследить, и я думаю, что любой НМИЦ также это все видит. И, соответственно, как наши врачи не поняли этот запрос, так же и врачи НМИЦ Блохина тоже не поняли этот запрос. И мы, и они ответили только на пересмотр гистологических препаратов. Мы передали документы все по своим каналам Анне Сергеевне Артемьевой, она пересмотрела, дала свой диагноз, и мы отправили ответ. И что же мы получаем на следующий день? На почту. А на почту мы получаем следующее. Доброго времени суток, беспокоит врач-онколог, т-т-т-т-та-та-та-та. Да, гистологические препараты были пересмотрены. А теперь, пожалуйста, пришлите тактику лечения на почту. Да, но нарушение, опять же, всевозможных законов Российской Федерации. Ну, слава богу, врач сообразил и прислал дополнительный запрос, составил второй запрос по этому пациенту, и сейчас наши химиотерапевты будут давать ответ. После того, как врач исправит, экстренность запроса на плановость, потому что запрос идет о уточнении тактики лечения, о лечении у химиотерапевта. Пациент не находится в данном учреждении на стационарном лечении. Пациент находится дома. Что первый запрос был экстренный на пересмотр гистологических препаратов? Мы его отклонили и написали, что необходимо плановый запрос. Прислали плановый запрос на уточнение тактики лечения. Опять присылают сегодня с утра экстренный запрос. Опять я его отклоняю и пишу. Просим обосновать экстренность запроса, либо поменять его на плановый. Резюме. Я даже не знаю, может быть, стоит выслать наши требования, может быть, стоит разместить их на нашем сайте. Наверное, сделаю я так и так. Обязательно еще раз проговорила, еще раз напоминаю, что ссылки мы не рассматриваем, мы только будем открывать zip-архивы. Исследования должны быть свежие. Да, мы понимаем, что очередь... Мы тоже работаем по КТМ и РТ, по лучевым методам диагностики, по томорфологическим исследованиям, по молекулярно-генетическим исследованиям. Работаем в системе ОМС. Но все-таки исследования должны быть свежие. Снимки должны быть выполнены не позднее трех месяцев. Снимки должны быть выполнены с контрастом. Без контраста мы, к сожалению, не сможем вам помочь установить метастазирование. Мы не сможем вам помочь установить какой-то злокачественный процесс. Снимки должны быть обязательно с контрастом. Динамика – это залог верного решения. И в онкологии это супер важно. Вы это прекрасно знаете. Вам сложно загружать снимки. Это тяжело. Но это возможно. Поэтому нужно все-таки выделить время и загрузить, особенно при лимфопрофиративных заболеваниях, загрузить все снимки, начиная от А и заканчивая самым последним снимком. Только так Илья Сергеевич Зюзгин сможет дать полноценную, качественную консультацию. И ответ будет понятен. Вы знаете прекрасно, что он сам просматривает снимки. И когда вы получаете ответы от Илья Сергеевича Зюзгина, вы видите, что он даже указывает, на какие рэперные точки нужно обратить внимание. Для референс-центров. Еще раз, я понимаю, что вы устали слушать про мои дополнительные вопросы к консультантам. Я вас очень прошу, заполняйте это поле. Что вы хотите, чтобы мы посмотрели. Когда присылают множество снимков, маммографических снимков молочной железы, и непонятно, что мы там должны пересмотреть, непонятен диагноз, присылают с диагнозом Z003, общий медицинский осмотр взрослого человека. Но что мы можем сказать? Ну, маммография, ну хорошо, ничего нет. То есть не хочется давать некорректные ответы, хочется давать полноценные ответы. А для этого я очень прошу, заполняйте, пожалуйста, качественно дополнительные вопросы к консультантам. Морфологические ошибки, морфологическая боль наших патологов. На самом деле я здесь собрала немного, у меня два листа исписано того, что хотят наши патоморфологи видеть. Но самое главное, если вы сканируете с артефактами, ну какой же мы можем дать ответ? Ну никакого мы не дадим ответа. Ну некачественный это будет, ответ неправильный. Если вы предоставляете, опять же, гистосканы с неправильными наименованиями, они у вас в какую-то перемешку идут. Вы взяли биопсию с нескольких мест, вы присылаете нам все это в одном архиве. Мы даже понять не можем, ну можем, конечно, да, но нам приходится тратить огромное количество времени, чтобы разобрать весь этот архив, разложить все эти гистосканы, посмотреть, что откуда, где взято. Ну некорректно это. Необходимо все-таки в разных папках присылать, по-разному их наименовать. И вам же будет удобно. У вас же получается то же самое в вашем ПАКС-сервисе. У вас получается все это в разнобой как-то там у вас лежит, и вы сами потом не сможете найти, что конкретно вы нам посылали. Ведь система, она не бесконечна. Сервис в ВЦМК-защите, он тоже заканчивается, да, и сейчас вы уже не можете открыть ответы 2019 года и скачать их к себе. У вас будут проблемы, у вас возникнут трудности, вы не сможете скачать. У них это все исчезает, ответов вы не видите. Поэтому просмотреть конкретно, какие вы нам гистосканы присылали, составит большой труд и для вас, и опять же для нас. Если вы в сопроводительной документации указываете, что было ИГХ, а нам присылаете элементарную первую окраску, а все остальное не присылаете, ну какой же мы дадим корректный ответ? Мы дадим некорректный ответ, который вас не удовлетворит. Мы напишем, что для определения диагноза необходимо выполнить ИГХ-исследование, да, присылайте сразу все. Некоторые консультации, ну, со слов патоморфологов наших, формальные, вы прекрасно знаете диагноз, вы правильно его ставите и все равно присылаете к нам на пересмотр. Большого смысла в этом нет. Если вам, конечно, очень нужно, присылайте, но хотя бы напишите, что вы уверены в диагнозе, да, посылаем там для подтверждения диагноза такого-то, да, не просто высылаем для подтверждения диагноза, а мы уверены в диагнозе, но вот, допустим, пациент хочет его сравнить в НМИ с онкологией Петрова, ну, к примеру, да. И присылаете сканы только одного гистологического исследования, хотя сами выполнили несколько, взяли биопсию из разных мест, опять же, да, но нам прислали что-то одно, для того, чтобы поставить правильный диагноз, нам тоже, мы такие же, как и вы, нам тоже нужно сравнить все, что только можно. Если возникают какие-то проблемы, я не IT-специалист, я, к сожалению, помочь вам с самой системой телемедицинской, Минздрава Российской Федерации я не могу никаким образом. Я могу посмотреть, получила ли я запрос, подгрузилось ли туда что-то, да, но если там что-то не работает, я не могу выгрузить по какой-то причине, или выгружаются поломанные файлы какие-то, я не смогу ничего исправить. Эта система не наша, не НМИ с онкологией Петрова. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, то, пожалуйста, обращайтесь в дежурные службы. Первые два номера – это экстренные телефоны для экстренных вопросов каких-то, они отвечают круглосуточно. Последний телефон – это телефон для плановых консультаций, там отвечают в рабочее время по Москве, естественно. Так что, кто же, кто находится далеко, у кого разница со временем большая, потому что Россия – страна огромная, необходимо звонить по первым двум телефонам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова